Почему-то считается, ну по крайней мере официально в России, что все русскоязычные люди, находящиеся за пределами границ российского государства, непременно нуждаются в любви и заботе Российской Федерации. Отсюда и стремление к своеобразной защите русскоязычных во всех местах, до которых только может дотянуться заботливая в кавычках «кремлевская рука». Правители Московии убеждены, что имеют особое право собственности на сердца, умы и жизни тех, кто говорит на русском. А это значит, что, судя по тенденциям последних лет, над местами массового проживания русскоязычных вне России вполне могут нависнуть душные тучи русского мира, со всеми вытекающими отсюда плачевными последствиями. Напомню, что на Донбассе от заботливого российского вторжения пострадали прежде всего русскоязычные люди. Казахстану, Белоруссии и странам Балтии стоит сегодня быть особенно настороже. Может быть, для носителей скреп это и прозвучит святотатством, но говорить на русском языке это вовсе абсолютно не означает любить Россию-матушку. Что, впрочем, не касается любви к русской классике. Тут уж деваться некуда. Если ты говоришь на русском, то не сможешь равнодушно относиться к Пушкину, Шукшину, Чехову, Тарковскому, Достоевскому, Довлатову и так далее. Включая даже украинофоба Бродского. У каждого, естественно, соберется свой список предпочтений. Но любить при этом Россию, Березки и Путина совсем не обязательно, правда? Кстати, интересно, вот, например, писатель и драматург Шалом Алейхем, писавший и на русском, и на идише, и на иврите. Он русский писатель? Или таки еврейский? Или же Андрей Курков, пишущий на английском, немецком, украинском и русском? Он русский писатель? Английский? Немецкий? Или все-таки украинский? Значит, все же пользоваться русским языком – это не одно и то же, что пылать страстью к России. Но почему же тогда Владимир Владимирович со всей своей государственной и военной машиной так упорно стремится навязать свою заботу русскоязычным людям по всему миру? Может, это у него старческое? Во время Второй мировой войны и после ее окончания на территории Европы и всего земного шара по вполне понятным причинам господствовала германофобия. Особенно туго пришлось не только жителям Германии, но и немецкоговорящим швейцарцам, австрийцам, северным итальянцам и восточным бельгийцам. Мне очень хорошо понятны чувства немецкоговорящих людей тех лет. Великая культура, Геты, Гейны, Гесс и Гегель, и вдруг случается Гитлер. Точно так же, как в Российской Федерации случился Путин. Как и Германия в свое время, Россия сегодня приносит бездну горя большому количеству людей на разных континентах. Поэтому, когда в Кремле жалуются на невесть откуда взявшуюся в мире русофобию, то хочется сказать только одно. Что посеешь, Россия, то и пожнешь. Я живу в Украине и свободно говорю на русском языке и украинской мове. Но считаю, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский, потому что у русского языка уже есть своя отдельная страна, которая обязана защищать русскоязычных в международно признанных границах своего собственного государства. И чем раньше в Москве поймут, что говорить на русском не означает любить Россию, тем спокойнее и безопаснее будет житься людям, пользующимся русским языком в Украине, Белоруссии, Казахстане, странах Балтии и остальном мире. Владимир Владимирович, мы тебе, к счастью, не соотечественники. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Патреон. Всем добра и слава Украине! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok